Всем привет дорогие друзья, с вами Алик Дебест и это обещанный видос по императорской битве, который я хочу начать с подведения ее итогов. Расскажу, что же повлияло на наше поражение, чего нам не хватило и какую цену пришлось заплатить. На этой императорской битве, как и всегда, воевали только две крупные лиги. Было всего лишь два ставленника, с нашей стороны Файжан и со стороны противников КВ Чинье. Численное преимущество было все-таки за врагами. Сборов у них примерно в два раза больше. Но в данном случае эта роль почти не сыграла, потому что сборы требовались только тогда, когда вражеского ставника начинали быстро перекреплять и в соло его выбить уже не удавалось. Поэтому даже по 20 сборов с каждой из сторон было бы вполне достаточно, а у противников было ну штук 50. И конечно, по большей части, они просто теряли время и сборы сидели на таймере. У нас было то же самое, и поэтому нельзя говорить, что мы проиграли только потому, что у противников был численный перевес. Нужно искать проблему совсем в другом, а именно в соло-разборках между ставленниками и их помощниками. С каждой стороны, как я уже сказал, было по одному ставленнику, и у каждого ставленника было только по одному помощнику. Ну, по крайней мере, по началу. Первые четыре часа воевали 2 на 2. Файжан с кэш-кэшем против двух аккаунтов КВ Чинье. И все четыре замка стояли в передней линии. Посылали атаки каждые несколько секунд, пытаясь друг друга выбить и не давая просидеть вражеским ставленникам. Итак, обе стороны воевали наравне первые 8 часов битвы императоров. Нельзя было с точностью утверждать, кто ведет по времени. То есть явного лидера не было. И вот что же случилось дальше? Почему Файжан так резко сдал позиции, и КВ Чинье вырвался вперед? Что же произошло? А все очень просто. Кэш-кэш не рассчитал количество войск. Ему тупо не хватило Т-4. В начале битвы императоров у него было 7 миллиардов силы, а сейчас остается меньше двух. До конца остается 4 часа, а Кэш-кэш уже не может быть полезным. Без Т-4 он в соло никого выбить не сможет. Но тем не менее, Кэш-кэш не остановился и стал бить Т-2. Т-2 против Т-4, ну такое себе. Но тем не менее, он пытался сделать хоть что-то. Воевал до конца. В это время на помощь Файжану подоспел Гао. Но, к сожалению, полноценно заменить Кэш-кэша Гао не смог, потому что он потерял лидера, а передвигаются войска без лидера гораздо медленнее. Вот как будто Гао воевал под дебафом ледокрыла минус 300% скорости передвижения. Вы просто посмотрите. Еле-еле тащится туда и обратно, и поэтому ему приходилось юзать огромное количество третьих ботинок. В тайминге Гао попадал не всегда. Опять же, это связано только со скоростью передвижения. Вот. Это очень сильно повлияло на исход битвы в целом. То есть, после потери Кэш-кэша, дела у Файжана складывались крайне фигово. И вот смотрите. Кэш-кэша поджигает сбор, и его выбивают с травы. Потерял место в первом ряду. Кстати, у Кэш-кэша было довольно много силы. Миллиард семьсот миллионов. Но он загорелся с наличием лидера, и вот на таком шмоте. Все потому, что нету Т-4 войск. А без Т-4, Т-2 это реально мясо, какие статы бы там не были. Прикиньте. Миллиард семьсот, и его снова сборят. А он на запале продолжает заниматься своим делом. Посылает Т-2 войска на Циту. Все пытается помочь Файжану. За это ему, конечно, респект. То есть, воюет до последнего. Сейчас посмотрим, сколько войск там осталось. Вот разведка. Кэш-кэш даже контру не врубал. Офигеть. Тут еще 90 миллионов Т-2, и это, ребята, не дезинформация. Тут нету дизы, и это реальное количество его войск. Умудряются каким-то образом поджечь. То есть, понимаете, без Т-4, Т-2 реально фуфло. Как бы это странно не звучало. У Кэш-кэша относительно мало пехов, поэтому, скорее всего, все сборы против него — это стрелки. Нужно принимать их на пехотной фаланге, но вот когда пронесут пехоту, будет очень больно. Сменился шмот на соляночный, то есть, уже не на скорости передвижения. Герои на стене не сменились, и в крепе всего лишь 11 гильдиец. 300 тысяч луков Т-4. Опять первый сбор его поджигает. Посмотрим на отчет Вестники Королевства, и видим суммарные потери 4 миллиона 300 тысяч. Вот такой вот сборщик бил стрелками из гильдии Л-6. Вообще, довольно странно, что сбор его смог поджечь. Скорее всего, Кэш-кэш использовал не пехотную фалангу, потому что стрелки в пехоту такого урона внести просто не могут. Даже только в Т-2 без Т-4. После этого я решил подать заявку в гильдию МАШ и помочь Кэш-кэшу с крепом, потому что видел, что там ребят в онлайне недостаточно, и креп полный не дают. Меня быстро принимают, вижу, что на Кэш-кэша уже повесили 14 сборов, все стрелковые. Кидаю пехов Т-4 в креп, и прошу, чтобы все укрепили пехотой. До этого в креп кидали луков, и это очень странно, потому что луки вообще здесь никак картину не поменяют. Кэш-кэшу стрелковый креп не поможет, тут нужно крепить, но только пехотой. Ни в коем случае не стрелками. Вот, начинают менять креп, и это радует. А Кэш-кэш все бьет и бьет стадель, выходя на запал. Похоже, хочет полностью обнулиться. Но смотрим дальше. Накидали миллион до четвертых пехов, и скоро начнут выходить сборы. Бьют фамильярами, и у Кэш-кэша еще миллиард 718 миллионов силы. 90 лямов Т-вторых. Конечно, для Кэш-кэша потерять немножко Т-вторых, это вообще ни о чем. Он на этой битве просел на 6 миллиардов силы. И это все Т-четвертое. Понимаете, да? То есть Т-2 он натренит без проблем. Похоже, он наоборот хочет слиться, чтобы потом закупиться ускорами, и натренить армию с нуля. И вот здесь залетает стрелковый сбор, выносит 3 миллиона войск, из которых 2,5 миллиона идут в гроб. И слушайте, до раствора сбора еще очень далеко. Выжило 800 тысяч, это был фулт и четвертый стрелковый сбор с небольшой подушкой, и у Кэш-кэша стоят какие-то совсем неправильные герои на стене. Ни одного героя за 11 тысяч баксов мы не видим. Фамильяры тоже сомнительные. Опять принимает не на пехотной фаланге. Вот я уверен на 100%, что если бы он поставил пехотную фалангу, его бы точно не подожгли. Но там есть другая проблема. Сборов аж целых 14, и если первые там 8 растворятся, то оставшиеся убьют кавалерию в огромном количестве, и там будут, ну, ужасные отчеты, могут вынести одним сбором 10 миллионов Т2 кавы. К примеру. Я написал Кэш-кэша, чтобы он поменял героев на стене, и он это сделал. Так, первые сборы принимают удачно, не загорается, но четвертый сбор поджигает. Давайте посмотрим на отчеты, что же у нас теперь. Смотрю снова стрелковая фаланга, вот он первый отчет. Не самый сильный сборщик, атаковал фулл Т4 луками, минус 81 миллион силы. Шмот примерно такой же, как и у меня. Ну, по статам тоже самое. Тут только вместо фиолетовой брони чемпиона, оранжевая броня пчелы. Вот и все отличие от моего аккаунта. Сбор не растворяется, выживает 100 тысяч войск, но пробить Кэш-кэша не удалось. С нашей стороны миллион гроба, это Т2 стрелки. Следующий сбор, тоже сборщик без имба героев, фулл Т4, и он остается. Тут полный раствор, минус лидер. Непонятно, почему так получилось. Вроде бы шмот абсолютно такой же. Следующий сборщик не растворился, выжило 25 тысяч войск, но вот здесь раствор. Тоже, кстати, фулл Т4, минус 85 миллионов силы. Ну, а тут, похоже, пробитие. Сборщик немного посильнее, есть чемпионская броня оранжевого цвета. Смотрю, Кэш-кэш больки не хилил. Либо он это делать не успевал, либо ему просто было пофиг. На этом, конечно, все не закончилось. Кэш-кэш снова вернулся и получил очередную порцию сборов. На этот раз 12 штук. Небольшие изменения в сете. Поставил больше пехотных шмоток, ну и сейчас придется принимать. Посмотрим, что из этого получится. Опять в крем кинули Т4 пехов. Вульф Бейзл тоже вступил в эту гильдию, и он закинул фарпост по 20 тысяч Т4 без лидера, чтобы убить подушку первого сбора. Должно сработать. Так, смотрю, первый сбор растворился, лидер возвращается, но второй пробивает. А опять мы видим стрелковую фалангу. Здесь у Кэш-кэша вообще не было гроба. Удар пришелся по пехоте, потому что фарпост убил всю кавалерию и пехоту во вражеском сборе. Ну там получается подушку, соответственно сменилась фаланга, и стрелки попали в пехов, урона не нанесли. Вражеский сборщик не взял осадку, но использовал кролика. Молодец. Тут пробитие, удар по стрелкам. Ну а счет здесь гораздо лучше самого первого. Помните, там выжило 800 тысяч войск, а здесь всего лишь 200. Сборщики одинаковые, максимальная прокачка, имба героя, все возможные фамильяры. Следующие сборы кэш-кэш будет пытаться принять на пехотной фаланге, и он вспомнил, что у него есть по ножи императора, поставил их в сет. Они, конечно, лучше, чем то, что стояло до этого. Кэш попытается отхилиться между сборами, и его, конечно, укрепили Т4-ми пехами. Главное, чтобы всю переднюю линию не пронесли, потому что дальше будет очень больно. Вышли сборы, уже летят, и первый не пробивает. Хорошие новости, но там еще примерно 10 таких же сборов. Все из фулл-стрелков. Кавалерийских там нету. При желании, кэш-кэш мог бы спокойно всех растворить без потерь, если бы натренил немножко Т4-х. Но он не стал тренеть только по двум причинам. Причина номер один, что его сила вырастет, и его просто тупо перестанут сборить. Ну, понятно, да? То есть он натренил войска, зачем сборить кэши, если там все будут оставаться? Это логично. А пока он стоит без контрразведки, и все знают, сколько там войск, его продолжают сборить. Ну, а причину номер два я уже называл. То есть кэш-кэш хочет обнулиться так же, как это сделал Гао, чтобы купить ускоры и натренить войска с нуля. Своих самоцветов там не хватит. Повезло кэш-кэшу, что сборы выходят не одновременно, то есть он успевает хилиться, он создается новые сборы, выходят оставшиеся, и, возможно, его сейчас подожгут, потому что пехоты после каждого сбора остается все меньше и меньше. Готовится еще восемь сборов, и выйдут они не одновременно. Все одни и те же гильдии. Ну, а кому не хочется обнулить кэш-кэша? Это же полностью прокачанный аккаунт, и ты выходишь из 90 миллионов войск. Где еще такое можно увидеть? Плюс к этому там есть императорская шмотка. Летит еще один сбор на коврах. Сейчас будет удар, посмотрим, что получится. Нет пробития? Отлично. Тут главное быстренько отхилиться и принять следующий сбор. Удар, и все-таки поджигают. Похоже, пехота закончилась, и это был очень сильный сборщик из гильдии МП-5. Использовал он чернокрылое, попал в креп, убил нам немножко Т4-х пехов, но это ладно. На 10 человек всего лишь 350 тысяч. Уперся в Т2-ю каву, вынес не так уж и многое. Миллион двести, это ни о чем. Кэш отделался с минимальными потерями. За все эти сборы примерно 5 миллионов гроба Т2 это вообще ни о чем, тем более для кэш-кэша. Так, тут ладно, было немножко больновато, ну а здесь вообще принимает без гроба. У противника выжило чуть меньше 300 тысяч войск. Вот сборщик с имбо-героями упирается в пехов, не пробивает. То же самое мы видим здесь. ЛА-6, Чонг-Е, вынес всего лишь 800 тысяч войск. Ну а сбор не растворяется, как и остальные. Тоже с имбо-героями КВ-0. Примерно такой же отчет, как и предыдущий. Ну а вот здесь сборщик послабее, поэтому выжили только осадки. Кэш-кэш не успел захилить больки. Тут почти без гроба. Все в фулл Т4, кстати, заметьте, нету подушки, минус 85 миллионов 500 тысяч силы. Круто. Использован был кролик, лидер вернулся. Конечно, после всех этих сборов, Кэш-кэш остался в плюсе. Причем в очень большом плюсе, потому что противники теряют Т4, а Кэш-кэш только Т2. И причем он потерял Т2, гораздо меньше, чем они Т4 потеряли суммарно, на все их атакующие гильдии. Следующие два сбора, опять кидаем креп, и смотрите, они уже в 10 одновременных сборов не бьют. Это все потому, что Кэш-кэш натренил немножко Т2 пехоты. Не стал тренить Т4, чтобы его продолжали сборить. Хороший ход, и вот залетает очередной сбор из фулл Т4 стрелков. Выживают только осадки, то есть вышел только сборщик. Шикарно. Сейчас посмотрим на отчет. Ну а там еще один сбор, опять из стрелков, как я понимаю, да, не растворяется, гильдия БРР. Первый отчет вот такой. У Кэш-кэша 600 тысяч гроба, это все Т2, пехотная фаланга, минус 10 миллионов силы у Кэш-кэша, и минус 85 миллионов силы у вражеского сбора. Кстати, там очень неплохие фамильяры, есть и чернокрыл, также есть пчела. Ну а вот сбор БРР. Тут выжило немножко больше войск, но урона в Кэш-кэша пошло поменьше, потому что здесь таких крутых фамильяров нету. Урон пошел чисто в пехов, минус лям Т2. Снова отличные размены для Кэш-кэша. Супер. Ну че, смотрим дальше. Битва императоров продолжается, до конца еще больше часа, и сейчас мы увидим быстро пролетающий на коврах сбор, от гильдии СКХ. Он против Кэш-кэша. Тоже выжил, но пробития нету. Пехотный клин, выжило у противника 200 тысяч войск, у Кэш-кэша 200 тысяч гроба, ну почти 300. Опять же, ни о чем. Полная фигня, изи фраги. Вы думаете, на этом они остановились? Нифига подобного. Кэш-кэша сборили еще на продолжении часа, до конца императорской битвы. Причем подключали все новые и новые гильдии. Вот в этот раз сборит РДЖИ. Посмотрим, что у них получится. Но вряд ли удастся поджечь, потому что стрелками уже бить бессмысленно, пока есть пехоты. Или нужно сразу одновременно делать несколько десятков сборов. Тогда да, получится пронести первый ряд и уже поджечь стрелками в капу. Ну а пока они занимаются одиночными сборами, это только радует Кэш-кэша. То есть все идет по плану. Как он и хотел. Набивает фраги и потихонечку сливает Т2. Что может быть лучше? Идет сбор. Все прекрасно понимают, что это фулл стрелки, даже фалангу менять не надо. Удар. Нету пробития. Лидер не пойман. Осадки выжили, причем не только осадки. Там даже выжило немножко стрелков и вот такой отчет. Гробу у Кэш-кэша практически нету. А там снова сбор без подушки. Только Т4 войска. Следующий сбор выйдет от гильдии РА, от наших одногосовцев и опять же стрелки. Непонятно, на что они рассчитывают. То есть в данном случае действительно можно бить только одновременными сборами, причем сразу штук 10, чтобы убить переднюю линию Кэш-кэша. А вот так вот вообще гроба никакого нету. 760 тысяч болек Т2 в размен на миллион Т4 гроба и полтора миллиона Т4 больниц. Что тоже не менее приятно. Отхиливать все это очень дорого по рессам. Ну, что можно сказать. Т4 самый высокий класс, который только есть в этой игре. Снова одиночный стрелковый сбор от гильдии КВ-4. Выжили только осадки и на Кэше висит еще 3 сбора. Везде таймер. Возможно выйдут одновременно. Они должны были понять, что по-другому никак. Ну, действительно. Одиночные сборы только радуют Кэш-кэша. У него 700 тысяч болек, то есть абсолютно все застроено больницами. Поместья вообще нету. Ситуация идеальная. И сейчас, кстати, планируется первый кавалерийский сбор от гильдии РА. Вот он уже летит. Удар. Лидер возвращается за счет фамильяра. То есть был активирован кролик. Вот кавалерия по пехоте бьет очень больно. Тут уже могли бы пробить. Если бы выжили хотя бы осадки. То есть с нашей стороны потерь больше. Почти 2 миллиона гроба Т2. Но опять же размен в пользу Кэша. Они теряют Т4. Мы теряем только Т2. Следующий сбор залетел от гильдии КВ-9. Стрелки в пехов. Шансов, конечно, не было. Ну и вот последний сбор от гильдии 107. Сборщик с максимальной прокачкой. И он не взял подушку для стрелков, поэтому чуть не растворился. Выжила только одна осадочка. Прикиньте. Проатачил на стрелковом построении. То есть он вообще не шарит. Хотя, возможно, он боялся попасть на форпост. Поэтому решил поступить таким образом. Если так, то окей. Это можно понять. Следующий сбор тоже будет кавалерийский. Но теперь от гильдии КВ-4. Кэш-кэш это предугадал. И поставил стрелковую фалангу. Потерь быть не должно. Сборщик не самый крутой. Восьмью тысячами гроба отделся Кэш-кэш. Сбор полностью растворил. Лидер там был потерян. Да, тут по-другому никак. Все-таки кавалерия в стрелков. Ускоряется следующий сбор. Я кинул форпост, чтобы убить подушку. Но форпост тут никакой роли не сыграл. Это был тот же самый сборщик из гильдии 107. Вот о чем я и говорил. Он поставил пехотный клин. Не взял в сбор пехоту. Взял всего лишь двух наездников на драконе. Которые стояли позади. И форпостом их убить было невозможно. Соответственно фалангу у Кэш-кэша не сменилось на пехотную. Он принял на стрелках. И было не очень приятно. Ну а так форпост мог бы убить подушку. И фаланга бы сменилась. То есть сборщик реально прошаренный. Ничего не скажешь. Опять летят стрелки от гильдии КВ-9. Сборщик сильный. С имбо-героями. Все что нужно там имеется. И вот такой отчет. Гроба у Кэш-кэша. Нету. Никакого. Опять фулл Т4. Ну почему они не могут скооперироваться. И сделать несколько одновременных сборов. Чтобы Кэш-кэш хотя бы не успевал хилить Больки. Пошел следующий форпост по 20 тысяч каждого Т2. Без лидера конечно, чтобы его не потерять. И ждем следующих атак. Выходит гильдия КВ-9. Опять стрелки. Ничего нового. Всего было два кавалерийских сбора. Остальное это Луки. Луки. Луки фулл Т4. Вот такой вот отчетик. Сбор полностью растворился. Потому что в этот раз форпост действительно помог. Я убил подушку. И там остались только стрелки. Которые конечно уперлись в пехоту. Она же вышла вперед стены. То есть пехи до стрелков добрались гораздо быстрее. Чем в том случае если бы там была подушка. Такие вот герои. Очень неплохие фамильяры. Тут и полностью прокачанный чернокрыл. И фу пчела. Да. Что может быть лучше. Не хватало только имба героев. 100% Кэш-кэша сборили дальше. Но я пошел спать. До конца битвы оставалось 20 минут. Исход был предрешен. Файжан последний час вообще не воевал. У него тоже кончились войска. У Файжана было 22 миллиарда силы. Осталось только 2. То есть прикиньте. За битву он потерял аж целых 20 миллиардов. Это пожалуй рекорд. На этом у меня все друзья. Спасибо за просмотр ролика. Не забудьте поставить лайк. И подписаться на канал. Всем удачи. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...